Лекция будет посвящена созданию сайта, проектированию, выстраиванию воронки продаж и одному немаловажному вопросу, нужен ли дизайн для сайта. Вот, поэтому сейчас начнем. Добрый вечер. Мы нашли вот такую неплохую картинку, которая отображает три категории участников в процессе. Это заказчик, это дизайнер, это, соответственно, разработчики, да, и то, собственно, их представление, точнее, менеджер и дизайнер, да, и их представление о том, как выглядит процесс. Довольно мелко, но забавно, потому как заказчик, в конечном итоге, видит красивый результат с бантиком, менеджер, соответственно, видит кучу маленьких задач, а дизайнер там видит какое-то свое красивое креативное решение, да, и все эти три, в общем, блока не сильно между собой пересекаются. Ну, вот, как вот некоторый тезис, что каждый из участников процесса, на самом деле, видит этот процесс по-разному, на самом деле, абсолютно. И это, как бы, вот, ну, некоторая основа всех проблем. Соответственно, дальше мы, опять-таки, дали классификацию двум категориям проектов. Значит, слева это проекты информационные, справа проекты транзакционные. Подразумевается, что транзакционные проекты, в которых совершаются покупки, для этих проектов, например, это значимая регистрация в базе проекта и генерация там какого-либо полезного контента. Например, вот, это, может быть, там, другие какие-то небольшие крупицы контента, но они все привязаны к тому, кто это, основные специфики, если это, там, арея билета, то это, условно, там, например, отзывы по ее компаниям, например, как пример, соответственно, если это товары, то это отзывы о товарах. Информационные проекты, соответственно, у них проект-дети, это генерация пейдж-бьюсов, это генеральный кликов внаружу, они называются кликов, это регистрация и, соответственно, генерация всякого рода контента любого пользователя. Это могут быть отзывы, это могут быть маршруты, это могут быть заметки, все что угодно, что позволяет площадке, соответственно, набирать свою базу, увеличивать количество страниц и так далее. Соответственно, эти бои как бы отличаются, они в некоторых моментах, их можно было бы объединить и сказать, что они почти одинаковые, но на самом деле цели как бы абсолютно разные. То есть у транзакционного проекта, соответственно, конечная цель довести до конца транзакции и совершить ее, да, списать деньги, а, соответственно, клигу забронировать. А информационный проект – это просто либо получить какой-то, либо получить отдельное количество бокалов, либо получить клипы наружу, либо получить контент. Соответственно, все между собой может быть связано, может быть первое, второе, третье. И это, ну, как бы, базово, опять-таки, отличает принципиально от этих проектов между собой, соответственно, отличает разработку этих проектов дальше. Да, есть еще один тип проекта, просто для галочки скажем, да, то есть мы здесь не для этого собрались, есть еще проекты, которые формируют мнение, то есть они не завязаны на доходность, да, то есть они созданы для того, чтобы посеять какое-то мнение среди пользователей. То есть, ну, к стартапам это мало, имеет отношение, да, то есть это больше некие такие политтехнологии, но такие проекты бывают. Соответственно, вот этот слайд показывает то, как, ну, скажем так, выглядит пирог из задач, да, то есть чтобы предложить хороший продукт на выходе, нужно изначально понять потребности, которые, потребности пользователей, да, то есть, ну, довольно большой и сложный по смыслу блок, потому что если изначально ошибиться в самом начале пути, то, соответственно, все последующие блоки будут реализованы абсолютно неправильно. И ошибиться здесь можно как бы в смысле, да, потому что, опять-таки, как мы на предыдущих лекциях говорили, задачи могут быть, потребности могут быть реальными, существующими, или они могут быть надуманы. Соответственно, вот в тех моментах, где они надуманы, и решение для них может быть абсолютно неправильным и ненужным, но и главное, оно очень трудоемко, и ресурсоемко, и это может сильно, ну, как бы, в целом бизнес и спор. Соответственно, после потребности идет формирование, ну, условно, давайте назовем это функциями, да, мы это так называли в русском языке, на самом деле имеется в виду спецификации. Когда вы четко понимаете, что пользователи хотят вот это, соответственно, вам для того, чтобы реализовать вот это, нужно вот это. Следующий блок, это, соответственно, информационная архитектура, имеется в виду, как этот проект будет работать, взаимодействовать между блоками, насколько эти блоки, вот, как же, с тобой взаимовязаны, и это прописывается, дальше мы расскажем, как, даже на картинках, так, соответственно, это, как-то, тоже, в принципе, важная модель информационная. Дальше, пути по сайту, это последовательность, некоторая логика интерактива между одного экраном и другим экраном. Соответственно, это действительно важно, потому что все равно можно, ну, там, не пустить две или три ошибки, да, условно, можно перегрузить экран и сделать там не, наверное, количество кнопок ссылок разноцветного характера, да, соответственно, или можно, наоборот, не учесть пользовательские потребности и получить, соответственно, экраны, которые не будут решать задачи. И вот тут две крайности, они, как бы, довольно, что одно, что другая, в общем, опасные для их продукта. Соответственно, дальше, это визуальный дизайн. Подразумевается, что у проекта, соответственно, может быть визуальная, ну, как, должна быть визуальная составляющая, которая визуально доносит некоторые мысли, которые, в общем, этот проект реализовывает и приносит в жизнь. Дальше, последний блок, это, соответственно, про разработки, это тестирование и апробация. Довольно важный тоже блок. В общем, ну, один из важнейших блоков, но тем не менее, все предыдущие тоже, по смыслу своему, очень важные. А вот, в последнем блоке очень важно, на самом деле, тестирование и важно исправление ошибок. То есть, кроме того, что понятно, что вы, условно, можете разработать продукт, но дальше важно его потестировать. Потестировать его можно очень по-разному, и очень много из этого по-разному может выйти. Соответственно, следующий момент мы, условно, назвали проектированием. И из этих пунктов, собственно, как мы считаем, состоит, по сути, ну, как бы, проектирование проекта, да, соответственно. Это бизнес-проекция, которая вначале говорила по названию функции. Дальше это профили целевой аудитории, тот самый, для которого вы пишете, соответственно, потребности, описываете потребности. User Experience, это, сокращенно, UX, это некоторый полуэтиленский опыт, который у него есть, который, соответственно, он получает при помощи пол-сайта. Важно, что, если у человека есть потребность, в ходе получения какого-либо рода информации, либо сервиса, либо данных, чтобы интерфейс и навигация отвечали именно на эти потребности. Вот это целиком называется User Experience, то есть пользовательскими сонными ощущениями. Следующий пункт, соответственно, мы назвали его красивым дизайном, это пункт, открывающий его как визуальный дизайн, насколько он важен, из каких точек зрения он важен. Соответственно, дальше мобильные аппликейшены и мобильные шаблоны. Мобильные шаблоны будут развиваться, соответственно, мобильные мерзкие сайты, которые отображают их на разных девайсах. Соответственно, дальше из всего этого получается некий набор характеристик, ограничений, особенностей и так далее, когда он формируется в документ, который называется на Росказаке, документ об образе и границах, соответственно, он единственным, называется Vision & Scope. И в этом документе описываются вот все эти пункты, уже более-менее стандаризованные наработки, соответственно, документы можно найти на гугле Vision & Scope другой и получить полностью шаблон на примерах того, как я описываю. И в конечном этапе вы получаете хороший продукт, который хорошо монтизируется, но, собственно, успешный бизнес. Давайте я сейчас с небольшими примерами пройдусь. Дальше можно лучше, мне кажется. Дальше есть? Да, там просто и проще любить дальше. Так, еще. Расскажи про бизнес-требов. Смотрите, соответственно, бизнес-требование – это то, что нужно. Ведь некоторые исходные данные по рынку, по сегменту – это возможности бизнеса, потому что в интернерном бизнесе появляется от исключительных возможностей. В принципе, говорили об этом раньше, что у вас не может быть проекта, который, в общем, строится на то, чтобы попекать их голода, и вот это, собственно, результат. У вас есть возможности, эти возможности, которые считают, что они описаны. И это очень важно, потому что на этих возможностях строятся национальные особенности, особенности в представлении, в экранах, в навигации, в дизайне. И это как бы крайне важно, как бы это банально все ни казалось, это все очень важно формализовать. Соответственно, потребности рынка клиентов – это вот те самые спики, которые нужно, собственно, от проблематика, да, она как бы строится, должна быть проблема в рынке, должна быть проблема у клиентов. Если этих проблем нет, они там и там, то мы говорим о том, что проект такой будет одуман. Соответственно, если же эти проблемы есть, это нужно описать, раздробить на маленькие части и максимально как-то логически разъединить. Соответственно, собирали только проекты, это люди, это группа людей, которых, ну, в следующем плоде как раз расскажем, которых нужно характеризовать, понять их характеристики и, ну, очень важно, постепенно, кто эти люди, сколько им лет, там, и так далее, и так далее. Соответственно, факторы бизнеса риска – это факторы, которые могут этот проект, ну, условно, там, утопить, убить, да, потому что очень часто бывает, что проект строится на таких-то особенностях, и эти особенности, ну, настолько, с точки зрения риска, там, непредсказуемо, да, ну, или там предсказуемо, но влияние внешних факторов на них настолько велико, что вот, может быть, условно, построить бизнес, он может быть даже очень прибыльным на протяжении года, но через год он может просто разрушиться, потому что случится что-то, что вот сильно может изменить эту ситуацию, и это как раз-таки описывается вот в этом пункте. Соответственно, дальше пойдем сейчас по пунктам. К примеру, допустим, сейчас Google запустил новый сервис Keep, да, то есть он, в принципе, полностью повторяет, ну, будет повторять Evernote. Раньше Evernote жил, в принципе, себя прекрасно чувствовал, у него не было реально сильно аналогов, сейчас появился Keep. И если бы у Google не была испорченная репутация за закрытие Google Reader, наверное, все бы очень обрадовались этому продукту. То есть, ну, это просто как пример того, что вы строите бизнес, а потом оказывается, что реально большая ниша, и какой-нибудь крупный гигант типа там Google или поменьше, типа Mailer, решает сделать такой же сервис. Соответственно, дальше это просто не экстра, например, там как можно структурировать мысли, задачи, и все-таки, в общем-то, весь остальной инспектор задач, блок, да, то есть это совершенно спокойно разбивается на такие равноцветные бумажки, это описывается на бумажках, бумажки, соответственно, сприоритизироваться, структурироваться по блокам. Это довольно простой и подобранный способ, который позволяет очень часто отсеять ее в Google и дубле. Все таким образом, с визуальным представлением, легко совершенно спокойно склеивать эти бумажки, наклеивать одну на другую, у вас это, в конечном итоге, получить очень простое решение, довольно сложные задачи. И важно, что это можно делать сразу группой людей и с разными мыслями, сначала набрав максимальное количество карточек, а дальше их, соответственно, сокращая и решая разные задачи таким образом. Это при всей своей пустоте самый, наверное, эффективный способ. Вот эта вот картинка, то есть какая она бы веселой не была, но мы реально ей пользуемся. Единственное, что мы делаем, мы не на таких маленьких бумажечках рисуем, мы на А4 заклеиваем систему и живем с этим где-то порядка двух недель. Потому что каждый раз у нас появляется какой-то свежий взгляд, мы что-то убираем, что-то выполняем, что-то зачеркиваем. Теперь продолжим по профилям ЦА. Зачастую, когда мы делали продукт, то есть вот именно профили ЦА, то есть безусловные бизнес-требования и все остальное нужно, но мы на профиль ЦА тратили достаточно много времени, когда их создавали. Что здесь подразумевается? Вот мы, например, делали автомобильный проект. Мы для себя четко решили, что необходимо описать профили. Профиль людей, которые будут этим пользоваться и тех людей, которым необходимо купить автомобиль. То есть кто это может быть? Это может быть молодой человек, эгоист, это может быть семейная пара, это может быть пожилая пара, это может быть девушка, это может, что, например, родители покупают ребенку на 18 лет машину. Может быть так, что состоятельный, респектабельный мужчина покупает своей девушке автомобиль. Все эти профили мы расписываем, то есть расписываем потребности, которые каждый из этих профилей предъявляет к продукту. Кому-то нужны деньги, кому-то нужна доступность, кому-то нужен кредит, кому-то необходимо наличие, кому-то необходимы цвета, особенности, характеристики. И собрав все эти профили в кучу, то есть мы определяем те характерные для них потребности, которые у всех есть. Например, наличие, то есть автомобиля. Никто не хочет покупать машину, которую надо ждать 8 месяцев. То есть люди ждут, но никто не хочет. Соответственно, наличие выкатывается на первый план, потому что оно есть у каждого из этих профилей. Второе – это цена. То есть всем интересно, сколько эта машина стоит в любом из этих профилей. И тем самым, грубо говоря, получается основные наличие и цена. И мы должны четко понимать, что кто бы ни пришел на сайт, то есть они должны видеть эти два пункта. Дальше они сами разберутся, кому чего нужно. Но это становится таким кровообольным камнем. То же самое может быть и в недвижимости, и в медицине, и в путешествиях. То есть это все необходимо прописывать и заранее фантазировать. То есть даже если нет кейса, то есть нужно придумывать, нужно сделать предположение, что это может быть за целевая аудитория. И профили у нас доходило зачастую до 15, до 20. То есть потом мы просто-напросто их некоторые вычеркивали, потому что они были дублирующие, но просто какие-то группы целевой аудитории называли другими словами. Соответственно, дальше слайд про южер-экспериенс. Это, собственно, структура, по-моему, как это выглядит. На самом деле это условный пункт, и условно в конце лежит вижу обеззайн. В конце в самом это визуальное представление продукта, то есть то, что видно глазами, и то, что оценивается обычно. А внутри этого, соответственно, лежат блоки, связанные с интерфейсом. Интерфейс дизайн, нередичный дизайн. Это информейшн дизайн полностью называется. Под этим, соответственно, лежат национальные спецификации, требования по контенту, если мы говорим про контент, и про это не сервисы. И в самом низу, соответственно, это потребности пользователей и то, что предлагает ваш продукт. И вот это как раз-таки очень важно считать, ну, как бы, по сути, снизу и вверх, потому что мы изначально начали с того, что нужны потребности, дальше, соответственно, ваши способности, потом функциональное переобнование и контент, они нарезать от типа проекта, но они, естественно, наравне. И дальше, соответственно, визуальное представление, информационное, навигационное, и дальше уже визуальное, в конечном итоге. То есть это как бы важная пирамида, нельзя начинать с последнего пункта, потому что к последнему пункту все ровно и приходит, и следующая ошибка является, когда очень многие на самом деле пытаются сначала нарисовать шаблон или пытаются придумывать дизайн, дизайн и сделать все остальное. Это абсолютно утопия. В самом начале должны быть понятны потребности, и только если вы имеете дело с мега-опытными людьми, они могут просто пройти эти пункты условно за мгновение и сразу перейти к дизайну, потому что они имеют опцию, они знают, что там должно быть, как это должно быть. Но если мы говорим про самостоятельную работу, либо формирование ТЗ, то в конечном итоге это должно сначала начаться потребностей и заканчиваться в результате расправления. Это будет очень важно. То есть мы, когда про это рассказываем, мы всегда приводим очень простой пример, который нам, по-моему, 4 года назад рассказал Тёмный. Представьте себе, что у вас сайт, который продает жесткие диски, харды. Ваша задача расположить эти харды на страничке. Можно это сделать, например, фотографиями хардов, кубиками 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно сделать табличкой. Применив этот куб, будет ясно, что необходимо сделать табличкой, чтобы человек сразу видел в табличке характеристики, стоимости и производителя. Потому что картинки в данном случае, человек, который покупает хард, который он поставит в ноутбук, и никто его не видит, не нужны. Зачастую люди иногда думают, я сейчас сделаю красивую такую вот верстку, и вот будут харды. Это не нужно. Да, то есть нужно это четко понимать, да, то есть кому это надо, и тогда сложится красивый, как бы, вот, как это мы называем, visual design, да, дизайн. Соответственно, дальше вот возникают конечный вопрос. Нужен ли красивый дизайн? Потому что очень часто люди, которые начинают придумывать или продумывать уже бизнес, да, задаются там очень часто очень на самом деле вопросом, что нужен этот дизайн. И дальше, как бы, и вот, ну, как бы, надеюсь, что вся эта лекция вам поможет, соответственно, ответить на вопрос, насколько вам нужен красивый дизайн, и является ли это ключевым пунктом для того, чем вы планируете заниматься. Нет, скомментируй про красивый дизайн, да, то есть мы вот, когда лекцию готовили, да, просто рассуждали на эту тему, да, что вот раньше люди очень сильно морочились на дизайн, те, кто делали. Рисовали завитушки, тенюшки, какие-то там флеши, еще что-то, да, то есть это объяснялось потому, что раньше для людей за заход в глобальную паутину был некий праздник, да, то есть люди ждали от этого какого-то чуда, да, то есть красоты, счастья и хороших эмоций. Вот, но сейчас для нас интернет – это, ну, обычная среда, да, то есть мы в интернет ходим за информацией, да, за услугами, да, то есть за контентом, за товарами, да, то есть нам вот эти вот тенюшки-завитушки, да, то есть уже не нужны, потому что мы это уже насмотрелись 10 лет назад, да, то есть нам сейчас необходимо быстро прийти, что-то купить, что-то забронировать, что-то узнать важное и уйти. То есть, поэтому вот вопрос с красивым дизайном, он у нас остается как бы подвешенный, нужен ли он сейчас. Соответственно, вот это некоторое представление того, как, на самом деле, мы и многие делают, не знаю, шаблоны страниц, это называется на английском в Airframe, соответственно, это некоторая структура, каркас того, как выглядит страница, блоки отрисовываются, ну, обычно это можно делать другое, это можно делать редактором, не знаю, как раз вот Vizio интернет, да, например, тоже похожие, похожие результаты, есть таковые сервисы, которые позволяют делать другому каплю, и, ну, как бы это не проблема, сейчас я издаю много разных инструментов. Суть проста, идея в том, чтобы структурно отобразить наличие блоков, это, опять-таки, должно полностью изначально быть готовым из ваших потребностей и функциональности, из профайлов, но, как бы, то есть эта бумажка не может появиться сама по себе, просто потому что вот так хочется, то есть ей должны предшествовать все пункты, о которых мы, соответственно, говорили, но вот простота, как бы, отрисовки, вот такого, ну, как она, в общем, или скетча, да, ну, максимально проста, то есть задача, чтобы все-таки добиться логического содержания, а не вообще такого любого визуала, то есть здесь лично только о логике. Вот, и мы свою работу никогда не начинаем без отрисовки вайфреймов, то есть никогда, у нас всегда это большая пачка, и для нас это залог нашей же безопасности, залог соблюдения сроков, да, то есть и того продукта, который мы в итоге получим. Плюс хорошо проработанный вайфрейм вас обезопасит, потому что дизайнер не будет выдумывать что-то лишнее, да, и разработчик тоже, он четко будет понимать, что если он нажимает на блочок под номером 6, да, то он переходит на страницу под номером 15 и видит там следующий. То есть для него это фактически некая такая визуализация ТЗ, то есть вайфреймы необходимо обсуждать всей командой, да, то есть и с разработчиками, и с дизайнерами, да, то есть искать какие-то подводные камни, потому что зачастую бывает так, что разработчик видит и начинает спрашивать, если я сюда нажму, то что будет? А если сюда нажму, а если я бэк сделаю, то это сохранится или не сохранится? На вайфреймах это все прописано, вот, это достаточно серьезная работа, но делать ее необходимо, то есть вы, то, что есть в голове, да, то есть и то, что потом получается на бумаге, это две большие разницы. В процессе написания вайфрейма сами наступите на одни и те же грабли, да, и ответьте себе на кучу неудобных вопросов, но это лучше сделать на этом этапе, нежели чем это потом все всплывет на бою и будут большие проблемы. Соответственно, дальше, как могут выглядеть ваши шаблоны, да, то есть это вот довольно тоже такое смешное представление о том, как можно строить страницы, но имеется в виду следующее, что эти блоки нужные и можно организовать, то есть конечный артург появляется, на самом деле, из таких вот блочных решений, показаны сейчас условно на бумаге, когда один блок подкладывается к другой, да, и получается какая-то готовая страница, но идея в том, что таким образом можно наши шаблоны тестировать на уровне потребности. Допустим, нужно, чтобы на этой странице было, не знаю, расписание, соответственно, записи там из студии, как выясняется, да, и наличие, соответственно, блоков, которые написаны слева, блоки группы людей, да, и вот, ну, изначально в подробности понятно, что важно, вот эти вот эти вот, соответственно, вы готовите вот какую веб-крейн, добавляете или убавляете что-то, потом оцифровываете его, и вот следующее, собственно, тут результаты можете передать уже дальше на визуальный дизайн, и те же, соответственно, которые будут заниматься визуальным дизайном, могут уже это просмотреть, могут что-то добавить, что-то убавить, да, допустим, добавить какие-то фильтры поисковые или еще что-то, потому что они считают, что, например, поможет пользователям, соответственно, отстаивать или дискутировать здесь обязательно, да, потому что в конечном итоге дизайнер не может, ну, почти всегда не может применять конечные решения без того человека, который, собственно, делает бизнес и принимает этот бизнес, потому что если кто-то его, собственно, бизнес-оуниверситет, он должен понимать и знать, как это должно быть, соответственно, дизайнер там рисует форму поиска или форму фильтрации или еще что-то, то совершенно четко уже понятно, нужна она или нет, и это там, если это непонятно или нет опыта, соответственно, нужно тестировать, дальше мы общимся. Пройдемся и расскажем, как это делается. Соответственно, в таком сухом остатке у вас может получиться что-то такое, это, по сути, ну, условно, там, это шаблон, который уже можно покликать, это тестовая версия, да, то есть не всегда, ну, не все студии любят так делать, ну, да, еще не считают размеры проекта и от ее сложности, можно делать такие тестовые шаблоны, шаблоны, соответственно, прикабленные, прикабленные только один из путей, да, то есть не делают, не прорабатываются все варианты, прорабатываются там один, ну, н вариантов, которые важны, да, потому что, конечно, можно кликнуть в любой из блоков, и содержимое должно поменяться. На счет того, что это просто статичные шаблоны, которые заверстаны и сделаны в простаде и минимализме, тут задача все-таки понять, достаточно ли на этой странице этих элементов, этого содержимого, да, соответственно, чтобы это понять, такую версию нужно тестировать. Это актуально для сложных проектов, актуально для, ну, проектов, когда вы хотите, в общем, получить некоторый коммерческий результат, и, ну, нет желания, и совершенно нет, как бы, оправданности возвращаться к изменениям сразу после запуска, да, потому что, ну, можно запускать проект в любом сыром виде и начинать его изменять, то тогда не очень понятно, потому что, что хорошо, что плохо, потому что вы запустили какую-то версию, и непонятно, вот, запущенная версия, она там, лучшая, не лучшая, как ее менять, что с кем делать и так далее. Вообще-то все довольно спорно, и если у вас есть возможность сделать такой тестовый мокап прикрепленный, то это довольно хорошо. Соответственно, дальше уже условное представление в виде картинки и уже с различного рода длиной текстами, соответственно, и дальше оно визуализируется, ну, описывается там, такими структурами, да. Соответственно, здесь идет речь уже о user experience, о том, что пользователю вот именно на этой странице нужна картинка, на этой странице, соответственно, нужны элементы, нужны фильтры, нужна форма поиска и так далее. И вот как бы максимально важно, ну, в общем, ни на одном из шагонов не забывать, что для чего эта страница пользует, потому что, если на ней все хорошо, да и все понятно, то пользователь, в общем, завершит пользование с лицессией каким-то понятным действием, которое вы будете настраивать и, соответственно, к которому оценивать. Да, то есть, допустим, если, ну, возьмем простое решение, да, у вас интернет-магазин, соответственно, там, есть, условно, там, два важных критерия, это добавить товар к коррозилу и, соответственно, опорный заказ. Если у вас все хорошо, все понятно и все по многим критериям прошло, там, условно, там, акцент пользователя, то, конечно, в итоге пользователь сначала сделает одно действие, потом второе действие, и по конверсии уже можно судить. Соответственно, если же у вас, например, пользователь добавляет товар в корзину, но при этом не оформляет заказ, то это может быть связано с многими разными причинами. Причина может быть, ну, от совсем далеких от интернета до совсем, собственно, связанных с интернет-продуктом, да, например, может быть высокая стоимость достатки. Использователь добавил товар в корзину, он все устраивает, на финальном шаге, он скажет, что достаток стоит, не знаю, там, 20-30% от стоимости товара, например, да, и вот это, по его мнению, нервничная стоимость, она не устраивается. Соответственно, пользователь не идет дальше, он не оформляет заказ, вы получаете достижение только одной цели из двух, да, то есть это важная цель он не достигает. Если это информационный сайт, то, допустим, важным показателем является глубина и время нахождения, ну, время нахождения, не более важно. И, допустим, если пользователь находит контент, отвечающий его запросы в сервисе, то он, продолжая пользоваться, доходит до какой-то финальной страницы логичной в том или ином профиле и, соответственно, только после этого уходит. И вы можете по средним величинам, соответственно, судить о том, насколько хорошо или плохо. Да, если, опять-таки, вы там понимаете, что, допустим, у вас сайт, состоящий, не знаю, из 100 тысяч страниц, и вот что-то средний пользователь должен просматривать там от 3 до 5 страниц, да, конечно, абстрактно, допустим, в такой цель. И, ну, так, средняя у вас глубина по сайту там за 4 страниц или 4,5, ну, понимаете, что у вас все более-менее хорошо, но есть кому стремиться, да. Если же, соответственно, задача стоит там с тем, чтобы он проводил энное количество минут плюс там совершал какие-то цели, например, оставлял заявки или еще что-то, соответственно, нужно заводить такие цели. Эти цели нужно, ну, нужно смотреть, как больно это у себя ведет, соответственно, оцеливать конверсию. Если конверсия не очень хорошая, то нужно что-то менять. Соответственно, дальше есть такой термин, как АБ-тестирование. Есть для этого несколько разных продуктов. Это один из примеров, просто условно, когда у вас есть два экрана, то есть, в отличие от того, что, например, у вас есть страница, на которую пользователь приходит, одной из страниц у вас есть представление, как вы видите, соответственно, слева, у вас есть более упрощенное представление, важные элементы, выделенные, как она, например, шрифта, и справа есть кнопка. Соответственно, эти страницы будут давать разную конверсию, и в одном случае слева, допустим, она будет хуже, справа она будет ухудшена, например, я не уверен, но это зависит от этой задачи. Суть в том, что вы можете сравнивать два варианта, текущий и новый, и эти варианты между собой, соответственно, по конверсии, по достижению, по необходимой конверсии вашей, оценивать и улучшать. То есть, если она улучшилась, соответственно, это неплохой повод, потому что вы замените текущую страницу на новое представление, и потом же можно с того представления произвать еще какие-то тесты, то есть там что-то еще лучшее. Это все, соответственно, опять-таки, нужно сверять с потребностями и задачами. В общем, как один из основных инструментов, который позволяет вам смотреть статистику, анализировать довольно хорошим инструментом, является Google Analytics, наверное, ну, как по-другому, стандартных, типовых, но, наверное, достаточно мощных при полной его настройке. И есть разный, соответственно, тузы для использования тестирования, есть там более сложные и более простые, но, то есть, если просто поискать по Google, по запросу AB testing, можно получить аргумомерных решений. И важно то, что тестирование максимально является логичным, потому что у вас есть текущая ситуация, соответственно, и есть новая ситуация, которую вы тестируете. Если она лучше, вы ее интегрировали, если она хуже, ну, значит, ее нет смысла интегрировать, это, как бы, является всегда основательно очень. То есть, это ненадуманные решения, давайте увеличим что-то, какой-то шрифт, какую-то закрепочку поставим, давайте, там, картинку сделаем ярче и так далее. Это все очень обоснованно и это очень аргументировано, в отличие от многих других случаев. Приведу простой пример. Вот это вот очень важно, да, то есть, для того, чтобы мы все это запомнили, да, то есть, как заповедь. Очень простой пример. Сайт Qt изначально был сверстан под размер 1440 верстка, да, то есть, и прибит к левому краю. То есть, люди с хорошими мониторами, у которых разрешение больше 1600, видели его прибитым слева. Соответственно, мы замерили показатель по кликаутам, конверсию по баннерам, конверсию заявки на тест-драфик и прочее. Что мы сделали? Мы сделали сайт 1280, фиксированную верстку, да, то есть, прибили его к центру, чтобы на любом мониторе он был всегда в центре. Тесты проводили в течение двух недель. По истечении двух недель, да, обнаружили, что конверсия в клике по баннерам в заявке увеличилась порядка от 30 до 50%. То есть, на нашем трайвке, который достаточно большой, это очень существенная цифра. То есть, вот то, что мы говорим, да, то есть, оно выглядит зачастую что мы какую-то азбуку рассказываем. Но, к сожалению, вот эта азбука, да, то есть, она очень сильно влияет на доходность проекта, да, на выживаемость проекта. Как бы это смешно не звучало, там, 6 или 7 лет назад, да, то есть, мы на такие вещи не обращали внимания, делали это методом научного тыка. К сожалению, этот научный тык очень в наши времена стал дорого стоить. Поэтому тесты и Google Analytics, ну, любые, там, Яндекс.Метрика, еще что-то, да, то есть, это единственное, что может вам помочь сделать качественный и правильный продукт. И желательно это делать на этапе проектирования, да, то есть, на этапе первых запусков, потому что потом отказаться от того, что есть, будет достаточно сложно и затратно. Главное, что, на самом деле, потом существенные переделки, они стоят, ну, дабл-кастоп, то есть, вот, пусть есть текущий бизнес, есть, там, X человек, которым он занимается, он уже что-то переделывает. И вот это что-то переделать, оно очень часто стоит, примерно, столько, сколько содержание текущего бизнеса, что он уже, чтобы довольно существенно поменять по бизнесу, так бывает. И это, ну, прям, это очень, кажется, банально, но это очень и очень дорого. Соответственно, дальше мы говорим про мобильные приложения, мобильные шаблоны. Тут довольно простой тезис, на самом деле, что без мобильных шаблонов вы, ну, никуда не уедете, потому что мобильных девайсов становится огромное количество, есть разные, условно, азиатские, которые, в которых мобильные девайсы существенно превосходят над десктопами, то есть, они не пользуются десктопами, они пользуются мобильным телефоном, смартфоном или таблетками. Соответственно, в этих, это просто как пример украинский некоторые, да, соответственно, если смотреть на Европу, на Россию, на Штаты, то доля, если смотреть даже на наши посещаемости, то доля мобильного трафика у нас растет примерно процентов на 5 в месяц, да, то есть, это, ну, довольно много. То есть, за год можно нарастить, условно, до 50% мобильных пользователей, заходящих с мобильного девайса на сайт. Второй момент – это мобильное приложение, здесь тоже довольно такой простой тезис, что мобильный сегмент для многих бизнесов может быть, в общем, стартовым. То есть, это означает, что кто-то, в принципе, сейчас спокойно может начинать проект с мобильного приложения. И там у нас все совершенно по-другому начнется. То есть, вот сейчас мы рассмотрели проекты, да, и там, ну, есть смысловые вещи, которые не поменяются, но с точки зрения архитектуры, разработки и информационных схем совершенно все по-другому. То есть, нельзя сделать, ну, условно, тот документ, о котором мы сказали для веб-версии, и, ну, в общем, поменять именем заголовок, сказать, что теперь такой же документ для мобильного аппликейшен. То есть, там это не работает, зачастую, что пользователем мобильного девайса нужны немножко другие функции. То есть, скажем так, они могут быть полностью по спектру совпадать, но, скажем так, основной приоритет может быть отдан другим функциям, и это может применять модель потребления, соответственно, этим аппликейшен. И это вот, как бы, кримином образом тоже зависит уже от бизнеса. Если бизнес очень, скажем так, ну, нативен, ну, или, как сказать, максимально органично ложится на использование в мобильных девайсах, то имеет смысл зачастую с этого начинать. Это во многих случаях может быть, наверное, неинтереснее, потому что за счет роста мобильного семья ты можешь просто обеспечить себе большую аудиторию. Достаточно, скажем так, аудиторию для того, чтобы содержать какой-то бизнес. И для этого ничего не нужно, нет. То есть, для этого не нужно вбиться в контексте, по запросу за 2 или за 5, соответственно, нужно просто сделать ваш продукт и сделать его пиар. То есть, это довольно просто, но это работает, и рынок растет, и это нужно учитывать, и обязательно это использовать. Да, главное только то, что действительно, помимо того, что там можно только пиаром обойтись, потому что есть достаточно сайтов, которые пишут, но и приложения уже, это, в принципе, довольно вирусная история до сих пор, но уже еще пока мобильная реклама в стоимости привлечения конечного пользователя дешевле, чем в контексте, и все остальное. Так что, в принципе, даже в прямой рекламе можно еще пока добиваться неплохих результатов. Еще есть момент довольно интересный, связанный с тем, что модель потребления совсем другая. Если вы заинстали пользователя приложения на смартфон, и он не удалил его, то этот пользователь, условно, можно признать, что он вам дальше ничего не стоит. Сегодня вас привлекли, потратили деньги на привлечение этого пользователя, дальше он является вашей пользовательской базой. То есть, не нужно через месяц снова бежать и искать еще одного пользователя, у вас уже есть. База пользователей, которую вы собрали, она наращивается. То есть, если эти пользователи, чистота и смысл, в общем, скажем так, эти предложения позволяют пользователям возвращаться каждый день, раз в неделю или раз в месяц в зависимости от смысла проекта, то это позволяет сократить маркетинговые косты, ну, очень, не очень сильно. Единственный крещевой момент для мобильных аппликейшенов является, конечно, бизнес-модель. Вот это совершенно четко нужно понимать на этапе ноль. То есть, нельзя начинать мобильные аппликейшен просто, потому что он большой рынок, и потому что можно собрать в аудитории, нужно понимать, как-то на ней заработать. Так, как важный момент. Соответственно, в конечном итоге у вас получится документ, вот тот самый документ о образе границ, он называют на английском version of scope, еще раз поискать его можно погуглив, есть шаблоны, два левра, можно посмотреть, как они устроены, можно, соответственно, их скачать, можно их заполнять, ну, то есть это очень удобно в качестве того, чтобы формализовывать и дальше взаимодействовать с аутсорсером, с подрядчиками и так далее. То есть, и на основе этого исходного документа, опять-таки, можно устроить презентации и многие-многие вещи, потому что этот документ является некоторым источником данных, и на его базе можно черпать много полезной информации. То есть, сделав его один раз, можно из него получить довольно много продуктов на выходе, которые будут сильно, в общем, помогать в том, чтобы ссылаться на этот документ и использовать его как первоисточник. Безусловно, этот документ потеряет свою ценность после запуска проекта, потому что после запуска проекта проект начнет меняться, он начнет жить своей жизнью, и большого смысла содержать этот документ обновлять обычно нет, и, соответственно, уже потеряет свою ценность, но на период разработки и плюс там полгода этот документ очень актуально по нашему опыту. Да, плюс вот у вас есть продукт, да, у вас был какой-то vision scope, да, то есть прошло два года, вы хотите сделать новый раздел, да, посвященный чему-то иному, да, но смежному. Мы настоятельно рекомендуем все равно опять написать vision scope, да, то есть уже опираясь на текущий сайт, да, то есть в котором там год-два, да, то есть и под новый раздел все-таки прописать заново vision scope, как бы вам не хотелось этого делать, это нужно сделать. и благодаря этому, да, то есть сможете при переделке избежать крупных ошибок, да, крупных провалов и сделать это достаточно быстро и безболезненно. соответственно, это некоторый уже такой подыток, значит, что мы хотели сказать, что если продукт выстроен, то есть некоторые рыночные цифры, это цифры конверсии, они безусловно могут быть совершенно разными, это зависит от ниши, то взять очень нежилые, а если обычно, конечно, в них сильно больше. если говорить про соединяющие реконатели, то, ну, эти цифры здесь отображены, по иконурсу это 1,3%, соответственно, по информационному проекту мы, условно, берем рекауты, как наиболее важный показатель, потому что, ну, большинство современных моделей заработки, заработок на гриппах, хотя, безусловно, есть пока, потому что нет спора, но пока нам все это совершенно просто, они в коммерции, в месяцах, в вы можете отдавать от 200 тысяч на 20%, это может быть больше, это может быть меньше, в зависимости от того, как вы сделали продукт, как вы коммерческие продукты реализовали, вы с зарядом можете их реализовать хуже, потому что не отвлекать пользователей, не мешать им, но при этом, то есть это будет, соответственно, напрямую связано с общими доходами, то есть некоторые сайты осознанно, собственно, уменьшают, уменьшают доли пикалов, чтобы поставить пользователей на сайте, но нужно понимать, зачем делать этот бизнес. Если этот бизнес все-таки, как бы, связан с тем, чтобы делать коммерцию, то вот, мы считаем, что 10% это некоторое минимум, а 15% это существование бизнеса в некоторых миллиариях. А по e-commerce это, соответственно, подразумевается и любые транзакционные сервисы, то есть если вы имеете 2 миллиона писителей, при этом 1-3% у вас конвертируется в оплаты, то, в общем, это, как бы, доброе слово. То есть, в общем, как, по сути, мы вот, ну, условно, там, историю с формальной частью мы закончили, то есть презентации, да, соответственно, ну и дальше у вас все должно быть хорошо. Теперь давайте какие-то вопросы можем обсуждать, смотреть, ну, в общем, много чего мы не рассказали, можете спрашивать. Да, можем, да, кстати, прорываться. Минут на 10-15. Мы продолжаем. Перед тем, как будет такая серия Q&A, расскажу свой кейс. Соответственно, может быть, кто-то из многих, я уже не работаю в субмедиа, занимаюсь стартапами, мучаюсь. В общем, кейс очень простой про сайты, где-то ровно год назад, нет, вдруг, от меня сейчас убьет, я еще в субмедиа работал, я думаю, это был июнь прошлого года, мы решили потестить и проходить B2C-сегмент. Для этого мы работали в B2B. Соответственно, это онлайн-образование, и мы решили проверить, вообще есть ли спрос у него, и запустить одну программу в онлайне. Была программа повышения квалификации по управлению персоналом, полностью переведенная в онлайн. Учитесь через систему онлайн-обучения. Соответственно, мы предоставили контент, собрали его, соответственно, это было от вуза, и мы не думали о рейтинге и всем остальном. Нашли хорошего дизайнера, в принципе, довольно именитого. Это, конечно, не Артемий Лебедев из студии, но все же в теглайн-сто они входили. И написали ему тезерям, и дали контент. И сказали, там еще делали пару референсов, как обычно. Я думаю, вы тоже любите это делать, показать. Нам нравится так, так и так. Хотим, похоже. Ну, тем более, у меня вообще не было времени этим заниматься. Я все еще работал с ними. Соответственно, через где-то 3-4 недели нам показали небольшой промо-сайт. В принципе, люди даже понимали, что такое конверсия, и все остальное. Все сказали, вау. Я тоже сказал, ну окей. При этом там человек говорил, что мы делали проекты, мы лук, мы делали вот так. Вот точно так вот должно быть. Я спустили. Ну, потому что как бы мы не планировали пробегать именно ресурс. Мы хотели сделать тест. Смог тест такой, чтобы понять, вообще имеет ли смысл выходить в тысячи сегментов. Получилось, что конверсия была 0,5%. На мой взгляд, это очень низкая конверсия. То есть, если вы повесите фразу «покупай у нас» и заявку, мне кажется, конверсия будет выше, чем дорогой довольно-таки сайт. В общем, к чему? К тому, что именитые дизайнеры, ну или не сильно именитые, не гарантируют вам успех. Ну, в общем, мы решили все равно заниматься дальше витуси-сегментом. И я озадачился чтением книжек про создание сайтов, конверсию, типографию, арт-дирекшен и так далее. Что произошло дальше? Где-то в ноябре месяце я покинул субмедиа и, соответственно, сразу же мы начали делать сайты. При этом, соответственно, мы делали сразу несколько сайтов, потому что выпускаем вузы в онлайн. То есть, была уже задача делать несколько сайтов. Соответственно, мы решили сделать ребрендинг и вот за брендом и за визуальной коммуникацией. То есть, когда вы заходите на сайт, то тоже можно расписать по маркетинговой модели АИ. Attention, Interest, Desire, Action. То есть, в принципе, дизайн вам нужен для того, чтобы... Ну, моем, я не могу исключить, на моем. Для того, чтобы люди просто заинтересовались, привлекли. Соответственно, им стал интересен сайт, и они на нем остались. Дальше они забудут про ваш дизайн, и он уложен будет функционал. То есть, это, наверное, первые 30 секунд, на мой взгляд. Чтобы, наверное, показатель хорошего дизайна, это когда у вас баунс рейт низкий, то есть процент отказа. Соответственно, визуальную коммуникацию, то есть сам бренд, то есть логотип, написание, какие-то цвета я отдал бренд-дизайнеру. И, соответственно, он где-то месяц это разрабатывал. И параллельно я стал делать, как вот рассказывал Саша Сарсеном, описание профилей целевой аудитории. И, соответственно, группа каждого из них потом написал историю. Из этих историй, соответственно, мы с командой обсуждали, как они переходят на сайт, какие-нибудь есть вопросы, что им нужно. Из этого составилась карта сайта и уже понимание того, какие должны быть разделы, какие должны быть вопросы. Ну, в принципе, вот, что им нужно для совершения покупки. При том, что в нашем случае мы сразу делали такое предположение, что человек сразу не купит услугу по образованию, по повышению квалификации. То есть, скорее всего, он должен выполнить какое-то целевое действие, чтобы в будущем к нам вернуться. То есть это подписаться на рассылку, что самое банальное. Более эффективный способ – это получение бесплатных уроков, либо просто банально PDF-файла с расписанием, соответственно, в нашем случае с писанием учебы. Либо демо-доступ, то есть другие целевые действия. После чего, вот только после этого, когда мы все придумали, всю логику, уже я, к сожалению, мне пришлось рисовать mockup по самому. Вот. Соответственно, mockup – это вот вайфрейм, то есть одно и то же, да, то есть то, что вы видели, это такие вот квадратики с путями по сайту. Вот после того, как на это ушло где-то еще месяц, ну, там сайт был большой, где-то страница 30, вот. При этом шаблоны были разные, у нескольких страниц нескольких шаблонов, вариантов. Все не сохранялись. Вот после этого, когда был готов дизайн-брендинг, были готовы mockup. После этого за работу взялись всеушники. Они немножечко поправили структуру сайта с учетом требований поисковиков. И сказали, вот здесь вот нельзя так сделать, вот здесь надо будет контент вставить, да, SEO-контент. А вот здесь вот так вот, а вот еще раз об этом. Такие-такие-такие вещи. От некоторых мы отказались, некоторые приняли. И вот после всего этого мы только отдали сайт на адресовку дизайнеру, который, в принципе, вот после этих процедур сделал его за две недели. Соответственно, мы уже потестили, и получилось, что конверсия выросла больше, чем в три раза. Вот. При этом затрат у нас было меньше. Но мы делали все и хаос. Наверное, из вот такого опыта я пришел к выводу, что дизайн внутренный, он отделал сначала черно-белым, а потом вы его можете раскрасить как хотите. И цвета, наверное, нужны только вот, если это как-то сильно влияет на вашу целевую аудиторию. Так же, как, не знаю, предпочтение, вот сейчас есть модное дело сайта, я бы так назвал их хикстерские. Целевая аудитория их узнает, им нравятся, они остаются. Но это не значит, что в целом, если бы сделали другой дизайн, более стандартный, может, как у Майллада, аудитории было бы меньше, возможно, и было бы больше. Да, то есть, те сайты, которые мы делаем, мне не нравятся, вот лично мне. И мне кажется, это важный критерий, то есть надо забыть, что вы делаете не для себя, а для вашей целевой аудитории. Вот. Потому что очень хочется, чтобы вам нравилось. И это такое, мне кажется, искушение. Вот. От него точно надо отказываться. Ну, вот, пожалуй, у меня все из такого кейса. Теперь давайте, может, по вопросам перейдем. Есть вопросы? Ко мне, как Саша. Можно к вам вопрос? Каким образом вы оценивали конверсию, как отношение чего к чему? У вас что-то реально покупали или вы оценивали по предварительному этим действиям? По покупке. То есть, это видеокурс какой-то либо... Видеокурс? Нет, ну, не видеокурс. У нас продукт сложнее несут, да? То есть, на коммерции вы замеряете делать прямую рекламу желательно с тех же ресурсов, что и до этого было, чтобы как-то понять. И, соответственно, смотрите прям конечные продажи. Ну, в общем-то, наверное, все бизнес хотят делать. А мобильное приложение у вас здесь? Нет, мы еще не делали мобильное приложение. Вопрос, например, мы учитывали, мы делали дизайн так, чтобы, в принципе, он не адаптивный. В данном случае для сайтов определенной категории. Один сайт мы делаем, который мы считаем нужен, он адаптивный. Так, в принципе, сделали сайт достаточно простым, чтобы... Получится? 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 Не знаю, он завалит. Не знаю, андроуд аппаратов, в которых там от 3,5-1 экран, можно было нормально смотреть. Ось, это что? То есть приложение просто можно... Нет, приложение зачем? Надо делать. То есть, мобильное приложение надо создать, если вы решаете какую-то конкретную задачу. Если вы понимаете, что это вам нужно. Ну, надеюсь, я ответил. А давайте вот в конце, да. Просите. А скажите, вот по целевой аудитории, то, что вы говорили, что мы составляли паркеты целевой аудитории, несколько, там, ну, до 20 паркетов, да? А паркет вы каким образом это делали? Да? Каким образом вы сняли паркетности? Скажите, или все-таки вы проводили какие-то исследования, то есть связь конкретные паркеты, вы сажали паркет в какой-то аудитории целевой представителя, да? И спрашиваю, что им интересно. То есть, как образом и вплоть до запаса, как это вообще вытекает? Ну, смотрите, да, то есть по целевой аудитории. Что-то путем мозгового штурма, что-то, например, путем телефонного звонка какому-то знакомому. То есть, дорогой, ты когда покупал себе S63 AMG, тебя что волновало? Он говорит, меня волновало вот это, вот это и вот это. Окей, спасибо. А ты, когда покупал себе Deo Matisse, тебя что волновало? Вот это. Слушай, а ты покупал, по-моему, ребенку, да? Там, Владу Калину. Ты как это делал? Вот так. Окей, записали. Ну, то есть, не обязательно кого-то приглашать, да? То есть, тут ноу-хау никакой, да? То есть, можно просто обзвонить по знакомым, да? То есть, и спросить. Вот Саша, например, мы рассказывали на первой лекции, когда он еще у нас работал. Он брал приложение Redigo, ходил по самолёту, самолёт летел куда-то далеко, в Америку, по-моему. Он ходил, приставал к людям, которые летели в самолёте. «Что вы думаете по этому поводу? Что для вас актуально?» Ну, как бы, не все с ним общались, но те, кто общались, да, то есть, они ему какую-то информацию передали. Он приехал, у него были записи в блокноте, он говорит, вот смотрите, я пообщался с целевой аудиторией, которая летела в самолёте, для них актуальны вот такие-такие-такие вещи. На самом деле, в процеду аудитории сначала вы должны сделать предположение, что она потом, соответственно, выискать среди знакомых, знакомых-знакомых тех людей. То есть, допустим, мы вот сейчас рядом с одной знакомой мы пытаемся оффлайн такую тему сделать про обеды для офисного планктона вечером. То есть, не готовые обеды, да? Набор продуктов. Да, и продвигается. Набор продуктов, проверить сейчас. Набор продуктов, из которых вы можете сделать одно блюдо на молодую семью или на одного человека, да? То есть, соответственно, мы сделали разбивки, кто это может быть, там, не знаю, там, семья, пара, не знаю, там, эгоист, да, там, девушка. Да, то есть, соответственно, цельного забили, там, пол-возросления, да, все эти демографические параметры. И, соответственно, опрашиваем через, не знаю, там, сервейманки, самый простой способ, да, там. И опрашиваем эту аудиторию. Пишем, просим, соответственно, разыгрываем призы, там, какие-то, да, там, в принципе, самым простым способом, наоборот у нас есть, там, несколько подарочных карт, соответственно, разыграем. Хотя я не уверен, что это сильная мотивация, но в целом очень помогает. Мы уже очень много чего откидывали, очень много чего узнали. То есть, вот, кажется, что очень просто, я действительно так, но только надо сделать. Вот, и записывать. То есть, на самом деле, важно еще правильно интерпретировать результаты. Мне кажется, самая большая проблема именно в правильной интерпретации. и потом вот еще раз вернуться, еще раз проверить. То есть, один раз сделать недостаточно, лучше два. Или проверить. А вы не пробовали в науке, а просто на том же, например, что в вышке, там, они же самые, наверное, лучшие мозги, там, статистики, социологии, да? Угу. Время. Легче, легче, быстро сделать. Мы за неделю, там, соответственно, протестили в первый раз, поправили, запустили вот сейчас, вот в понедельник, во второй тест запустили. После этого, соответственно, сделаем тестовый небольшой, там, продукт сделаем, там, 20 упаковок продукта, запустим и посмотрим. Потом кто-то соберется. Мне кажется, тут очень важный, такой важная переменная, это время. А что вы имеете ввиду, в детстве с первоисточника? С первоисточника, в теометре, в лучшем году по статистике социологии, это не вероятность, потому что, действительно, если нужно время, они недели, другие часа. Ну, и что в них есть мозги, и что дальше, я просто, ну, вот, не пойму, что делать с этим. Я просто понимаю, что там, есть научная школа, с одной стороны, с другой стороны, быстрые студенты, которые сегодня работают тем, что ездят по регионам, разные-разные опросы делают, ну, как можно собрать статистику. В интернете можно собрать статистику. Ну, в интернете можно собрать статистику. Обращайтесь с членами. Ну, допустим, у нас был кейс, Саша не даст соврать, когда мы опросили 8 тысяч, 6,5 тысяч, у нас был анкет в онлайне за 2 недели, по-моему, да? За неделю. За неделю, да. То есть, порядок такой был, что мы получили в онлайне на своем сайте, на кейс 6,5 тысяч анкет, для того, чтобы сделать мега точный прогноз, этого было просто достаточно. Но мы это сделали за неделю. То есть, стоимость такого анализа, она вот... Ноль. Конечно, можно купить, если бы это был не наш сайт, мы покупали где-то, но в Кейгу купили за 50 тысяч рублей. Но я думаю, что какой-то серьезный, любой серьезный статистический, количественный, я уже не говорю про качественный анализ, все они будут совершенно новые. Можно? Как Вы советуете организовать работу? Например, нужно прописать вот эти шаблоны. Что лучше взять у человека, чтобы он сначала прописал, а потом собрались в группу, обсудили, или просто собрались и на ходу все нарисовали? Или каждый рисует свое, а потом собирается... Ну, от людей, на самом деле, очень сильно зависит, потому что, если люди подготовлены... То есть, если команда собрана с опытом в интернете, принимает примерно на одном уровне, и это легко делать в онлайне, ну, то есть, в смысле, это можно делать правильно, на коленке, собравшись на накидах на бумажке, потому что все примерно одинаково понимают, собрали профайлы, склеили, убрали дубли и получили энное количество уникаленов. Если нет, то имеет смысл их заранее опросить, заставить подумать, отстояться этим данным, вернуться посмотреть, откорректировать, а потом приходить все это дело. Ну, это вот... Ну, если команда, допустим, не очень хорошая, в смысле, трехских сайтов, то имеет ли смысл взять вот одного человека с хорошим опытом, нормальный интернет-проект, чтобы он... А как вы хотите делать интернет-проект? Ну, правило, то есть, кто будет реализовывать всю его интернет-проект? Ну, собственники, в ближнем 40-х. А собственники имеют опыт или не имеют? Не имею. Тогда точно нужен человек, который имеет, ну, в зависимости от ваших возможностей и потребностей, ну, там, разные конечно опыты и знания. Ну, либо это будет какой-то аутсоркс, но здесь нужно понимать тогда, кому доверяешь и что доверяешь. Потому что, опять-таки, на нашем опыт, с теми детализациями, которые мы сами проходим, она с каждым годом, условно, становится все больше и больше. То есть, мы все меньше и меньше отдаем, доверяем, отдавать народу. Пока не появятся, наверное, какие-то достоинства аутсорс. Ну, нет. Взять свою команду, конечно же. Так. Выплачиваем зарплату. Угу. Так. А вопрос? То есть, если, допустим, только такие проектные знания, то, что здесь... Естественно, без project или product manager у вас не получится проект. Если у вас у всех бизнесовое знание и нет интернета, ну, другой не бывает. Я сейчас вот свое мнение выскошу, да, то есть, вы не первый вопрос задаете, да, то есть, нет такого супермаркета по производству стартапов, куда можно прийти, да, то есть, так, разработчик два штука, окей, значит, так, вот этот будет вайфрейм описать, так, это, так. Ребята, я все правильно делаю? Ну, то есть, не получается, если вы сами не... Вот, вы сами должны понимать. Вот, менеджер интернет-проекта это кто? Это кто угодно. Их в интернете тьма, да, то есть, как его оценить? Да, то есть, он споет прекрасную песню про то, что он вместе с Воложем писал поиск, что еще что-то он там делал, что вот они просто вот гениальные, вот поцелуйте его и платите мне зарплату. Все. Потом получается. Этого не умеют, там самолетов не знает, высоты боится, и летать не хочет. Все. Да, то есть, вы, вы когда вот салат делаете, вы четко знаете, что вам нужны огурцы, вот такие помидоры, вот такие и прочее. Потому что вы знаете, что вы делаете. Если вы не знаете, вы абстрактно ходите по магазину и покупаете стиральный порошок, потому что он белый, на соль похож и прочее, да. То есть, вот ерунда получается. Конечно. Ну, конечно. Но если вы не понимаете, что, да, то есть вас обманут. Ну, правда. Но это наша позиция. Может быть, вы знаете пример классных супермаркетов, где кого-то набирают в корзинку. Да, я думаю, что за небольшой лекцией все лекции свойятся к одному. В общем-то, ребята, в интернете бизнес делает здорово. Это косты дешевле, чем офлайн-бизнес. Его легче масштабировать. Но за вас его никто не сделает. Реально приходится самому изучать. И, на самом деле, если вы, как собственники стартапера, либо представители, ведущие люди в команде, которые делают стартап, либо какой-то бизнес в интернете, вы должны это разбираться. Это по вашей предметной области. То есть, одного понимания, что у меня есть классная идея, есть интернет, это никогда не достаточно. Ну, и единицы. Тут, не знаю, ну, там, Facebook выстрелил, да, там еще кто-то выстрелил. Ну, таких проектов по пальцам пересчитать. Но зато есть, на самом деле, нишевые проекты, которые можно делать, которые можно нормально зарабатывать, получать удовольствие. Можно делать самим, нужно делать самим. Мне кажется, что вот это просто истерия, что вот так вот можно делать, задумайтесь. Все можно найти в Гугле, можно найти вот те же наши лекции, да, там, потом, так сказать, да, спрашивают. Потом все лекции выкладываются на сайте бизнес-инкубаторов и школы экономики. То есть, я думаю, что огромное количество лекций в интернете также можно найти. Вот, Саня, еще скажу, у нас не будет лекций 1 апреля. А, еще у нас не будет лекций 1 апреля, а они переносятся на 8 апреля. То есть, мне кажется, что все это можно освоить. Мне все время, год назад, пришлось пойти на арт-директора, потому что я понял, что, ну, есть дизайнеры, а, кстати, да, есть дизайнеры, которые круто рисуют, а есть арт-директоры, которые круто думают, как визуализировать информацию, чтобы донести ее до вашего пользователя. И вот с арт-директорами вообще печально. То есть, не хвастаясь, могу сказать, что я, наверное, уже лучше среднего арт-директора, думаю, приходится. Ну, пришлось. И вам придется, если вы хотите делать бизнес в интернете, как-то вот определять тот круг обязанностей, который, не знаю, вы должны взять. Верстка, пожалуйста, там, программинг, если вы можете, дизайн. Ну, в какую-то часть придется, знаете, уж точно придется собираться в интернете. Можно выточнить все-таки? Вот у меня ситуация конкретная. Редизайн просто редизайнер полгода, просто потому что собираемся, обсуждаем, и затягивается очень надолго обсудимое новом макетах этих дизайнеров. То есть, проще, наверное, когда один человек начинает дизайн, а остальные убеждают. Есть человек, который принимает эти решения? Ну, может, его нет. Есть ли варианты, которые переписывают с дизайнерами? Нет, это все очень просто. На самом деле, есть человек, который принимает это решение любой группы лиц, которые друг на друга смотрят и говорят, да или нет. Вот по-другому не бывает. То есть, все остальные варианты, они приводят вот всегда к какому-то. Всю жизнь мы и не сталкивались. То есть, если не дай бог, ты не можешь принять решение, потому что почему-то, да, или ты не дай, или ты боишься, или ты не хочешь, или там еще что-то, ну, не двигается. Это называется очень просто. Мы сейчас находимся в стадии перехода к написанию ТЗ. Вот ваша ситуация, когда вы собираетесь, еще что-то делаете. Это прям вот азбука. Когда вы это слышите, да, то есть можно все закрывать, разгонять и прочее. или искать лицо, которое наконец-то будет принимать решение. Вместо того, чтобы думать, какой подход, я забыл сказать, да, то есть, для каждой страницы делали два-три варианта, и у нас получилось три сайта вместо одного. И потом мы просто запустили, и сейчас будем тестить, какой из вариантов подойдет. Вместо того, чтобы говорить, я считаю, что наша целевая аудитория, вот ей вот такой макет понравится, да нет, что-то вот так вот надо делать. Зачем? Вот есть такое тестирование, запустите и узнайте. Ну, все-таки это один из того, что вы можете делать, правильно? То есть, дизайнер был очень важен. Это зависит. Не может дизайнер нарисовать бизнес за вас. Не может. Вот точно не может. Арт-директор не может. Для этого нужны все эти варфреймы, о которых мы говорим. Все, что мы сказали сегодня, это говорит о том, что ни хрена никто не может за вас ничего сделать. Вот сядьте, подумайте, напишите, сформулируйте в свои головы. Очень часто, кстати, это меняется от первого шага к последующему. Сейчас это проходит менять. Потому что в оффлайне, не знаю, процесс вот так выглядит, а в онлайне его можно чуть-чуть изменить. И когда ты вот думаешь о том, что это вот так, ну, в воздухе оно так, а нормально по-другому. И когда взаимосвязи начинают возникать, и они уже отрисованы или написаны, они выглядят по-другому и проходят менять. Вот здесь нельзя так правильно. Спасибо. Не на что. Давайте. Отпустил что-то? А что вы делаете после того, как вы сядете пустите? Бабки стрижом. Там, где вы сядете пустите, ходите по самолету? Ну, смотри, на самом деле, вгустили проект, пожили какое-то количество времени, посмотрели на клики. Ну, то есть, мы говорим про информационные проекты, есть опыт, есть понимание, да, что вот соотношение должно быть примерно такое, да. Мы вывели и написали, что вот, условно, вот такое количество кликов. Посидели, посмотрели неделю, может быть, лучше две, потому что много внешних показателей могут влиять на это. Соответственно, посмотрели, поняли, хорошо, плохо, изменить, добавить, убавить, блогина, клики. Смотрим карту кликов, да, на сайте, куда кликают, зачем кликают, смотрим тот же визер или кликтейл записи, соответственно, поведения пользователей. Мы об этом, в принципе, говорим на следующей лекции, она простроена про интернет-статистику и про аналитику, да, потому что она, ну, она очень большая, нельзя это сказать, там, за час или полчаса. Соответственно, меняем, улучшаем, ездим, прицелим, продаем, собирать деньги. Вы сказали, что бывает так, что надо все переписать. Ситуация как? Она возникает, на самом деле, в случаях, когда у вас не было опыта, первый assumption был такой, что бизнес строится так, а потом через полгода или через год мы поняли, что, ну, окей, вот вы заработали x, запланировано было там заработать 3x, а заработали x, окей, почему так? Так, потому что думали, что заработаем здесь только, а не получилось. Почему не получилось? Потому что рынок устроен по-другому. И вот на этих моментах вот эти ошибки стоят, ну, двоица. Это бывает, ну, иногда миллион долларов, иногда два, иногда три, в зависимости от того, что вы планировали. Но это ужасающе дорого. И главное, что вы не можете на лету поменять проект. То есть у вас вот есть работающий едущий поезд, нам его нужно взять, его выкинуть, и чтобы в тот же момент ехал другой поезд. Это крайне дорого, и очень редко люди могут принять решение, чтобы такое сделать на самом деле. Потому что это очень сложное решение. Ты зарабатываешь x, ты должен сделать 3x, и ты, ради этого, должен убить свой x, лишиться его и начать, соответственно, менять. Это касается смысла бизнеса. Это чаще не про шаблоны, не про проектирование, а интерфейсы, конечно, потому что там-то можно все поправить и оботестирование, да, посмотреть. А это про смысл бизнеса, и именно вот бизнес-треба, бизнес-задача этого проекта. А редибы – это вот удачно у вас проектов? Смотрите, да, то есть всегда вопрос возникает, с чем сравнивать. Если смотреть на российский рынок, то достаточно удачи. Если смотреть на весь мир, мы четко понимаем, чего нам не хватает, куда нам идти. Поэтому ровно об этом мы говорили какое-то время назад, что опыт зарубежных, там, любой зарубежный опыт, так или иначе полученный, он часто бывает показательным. Если вы это знаете заранее, на любом этапе, что идти нужно к этому, это вообще идеальная точка, это супер. Когда вы понимаете, что есть успешный пример там, лучше бы делать вот так, чтобы в каком-то успешном варианте. Если нет, то нужно пробовать, ну и находиться на месте какие-то удачные точки. Понятно. Скажите, можете посоветовать? Что посоветовать? Какой-то движок, можете посоветовать? Чего не важно? Нет, ну если говорить про какие-то индивидуицы, написано, если говорить про то, что существует, да есть, пожалуйста, в WordPress, Jumbo, Bitrix. Ну, вопрос как бы в чем? Просто посоветовать какую-то... Нет, совсем нет ответа. Смотрите, у вас вопрос, я сейчас перефразирую ваш вопрос. Я хочу жениться, какую жену мне надо? Вот один в один. Это легко можно ответить. Да? Да. А вопрос какой сложности? Сколько номенклатуры? Что нужно делать? Какая нагрузка? Почему хотите пройти? Абстрактно. Ну, правда, то есть это также абстрактно. То есть есть, там есть Bitrix, есть Magento, есть еще какие-то решения, есть InSales. Да их миллион. А дело не в этом, платить можно на что угодно. Вопрос в том, сколько зарабатываешь. Платить-то не сложно, если это дает тебе какие-то возможности. И это, там, позволяет быстро стартовать. Готовые решения зачастую бывают тупиковыми в плане развития. Очень сложно что-то изменить. Это, ну, тот же InSales. Классное решение, но когда тебе нужно что-то туда добавить, тебе нужно либо написать модуль, либо заказать его, либо порождать кучу времени. Типа, если мы это сделаем, оно будет примерно в мае, оно какого года не уточняется. То есть такие вещи существуют. Поэтому тут нужно реально смотреть задачи. Если задачи совершенно понятные, там какие-то, мы хотим вот это, вот это, вот это, нужно смотреть пересечение требований ваших и возможностей системы. Если она позволяет это делать, и вы там потенциально какой-то рост, хотя бы закладываете по производительности и по функционалу, ну, отлично. Нет, так надо что-то другое смотреть. Да? По поводу тестирования продуктов, что это даст процесс? Много непонятно. И по вашему, какие базовые отличия между тестированием, допустим, проекта такого, как, не знаю, магазин «Литвы» продажного продукта, либо это будет там «Тревел», «Гид» по типу «Литвы». Ну, как это в вашем случае? Ну, смотрите, то есть у них есть разные, как бы, конечные цели. Мы это в этом самом начале сказали, что у информационного проекта, соответственно, это длительность сессии, это кликауты, либо конверсии в случае среди года, да, соответственно, конверсия в билеты, в отели и в туры, да, например, и в покупку страховки. В случае с e-commerce, понятно, что это транзакции, конверсия в корзины и в закат. Соответственно, как оценивать? Ну, вот мы дали среднюю конверсию в одном и во втором сегменте. Они могут отличаться в большую сторону, могут отличаться в меньшую. Если в меньшую, то имеет смысл думать и смотреть, да. Эти цифры, в принципе, открыты, да. Секрет-фирма два года подряд делает топ российских интернет-магазинов, ну, транзакционных, хотя нет интернет-магазинов, да. Соответственно, у них есть рейтинг по деньгам, по деньгам ежемесячного оборота, по посещаемости, ну, очень часто эти цифры все-таки видны, и косвенно их можно посмотреть, и они там каким-то образом, точнее, косвенно рассчитывают конверсию, да. Она неправильно точная и показательная, но на нее посмотреть можно. что? На что? На процесс тестирования. Бесконечно. Всегда. Постоянно. Да. Всегда можно добиться хорошего результата, а потом можно улучшать. Ну, это, как бы, термонет только иначе проведу. Уже говорил, Amazon каждую секунду, что мы с вами сидим, проводит 20 тестов. 20 тестов. Тестировать, мне кажется, на самом деле, всем сложно откровенно сказать, что вот нужно находить время на то, чтобы вот создав сайт, и с ним постоянно работать и улучшать. Наверное, в большой компании есть на это там отдельная команда. Но в целом, на самом деле, мне кажется, что для небольших бизнесов именно качественная конверсия – это вот успех. Поэтому тестировать, думать, вечером сел, открыл, посмотрел. Ну, не так сложно, просто надо заставлять себя как завязывать по утрам. Кейсу обучения. У вас было много каналов продвижения, да, Александр? Как вы определяли, что просто этот канал обязательно нужен? И даже несмотря на то, что нет продаж, он умажен, он будет цепочки? Продаж, да, и не умеет его отказываться. Например, нет сайта, который вот на купить, зарегистрироваться, но вы знаете, что на сайте входит. То есть тут проверяли, и вот спор, что продаж, как по-своему. То есть сначала увидел в Яндекс.Изерске, потом увидел в ВКонтакте, потом в Бейсбукке, потом зашел на сайт, а потом еще раз увидел в Яндекс.Изерске, там уже приехал и купил. Вот. А был вопрос классный, на самом деле. То есть человек пришел к нам на сайт по разным каналам. То есть какой-то из них был рекламный, какой-то посылки, какой-то еще. Если честно, пока определять людей очень сложно в интернете, насколько я знаю. Вернее, аналитик сделает такое. Аналитик уже делает? Ну вот, в общем, соответственно, да. То есть, наверное, с учетом того, что ты зашел с одного IP-адреса, нет? Ну, естественно. Ну вот, если ты зашел один раз с мобильного телефона. Да. В общем, тут было несколько вопросов. Наверное, попробую ответить. Любой канал, который приносит деньги, имеет смысл, если он не приносит денег. Но вы вдруг считаете, что там ваша целевая аудитория не так. Докажите. Да, докажите. Единственный критерий эффективности, если мы не говорим про какие-то контентные сайты, если вы что-то продаете в услуге или товарах, это, соответственно, конверсия. То есть, это деньги, которые приносит тот или иной канал. В контентных или сервисных это тоже конверсия. А, ну да, конверсия, но она в других вещах изменяется. То есть, если вы считаете, что на стрелку уходит ваша целевая аудитория, там, не знаю, читает LookAtMe, но она у вас не покупает. Соответственно, это не ваш источник. Ну, либо посыл, либо посыл неправильный. Ну, смотрите, тут, на самом деле, бывают разные вещи. То есть, мы, наверное, на следующем будем говорить лекциях. Бывает, что у вас самую популярную вещь, вы можете открыть Яндекс, что угодно, посмотреть баннеры, у вас месседж на баннере один, щелкаете, а там другое. Ну, и, соответственно, человек теряет цепочку, он зашел за одним, ему обещают. У него там очень много вариантов. Картинка должна быть одинаковая, месседж один. Ну, то есть, кучу вариантов. Надо просто вот реально, как мы говорили, прослеживать всю цепочку. И на сайте также прослеживать. То есть, куда угодно не зайти в равное количество страниц. Вот я щелкнул, ну, допустим, ну, допустим, я щелкнул в какой-нибудь раздел, не касающийся покупки. А куда я дальше с него пойду? То есть, мне, наверное, в конце страницы я прочитал. Мне, наверное, как-то надо вернуть, предложить мне что-то. Да, то есть, там ничего нет, огромное количество сайтов, которые так будут. Следующая лекция. Да, это реально следующая лекция. Да, то есть, это уже, наверное, вот инструмент аналитики, конверсии на сайте. Давайте. Вот вы говорите, мы написали сайт, выложили его в интернет. Ну, правильно? Саня, про тебя. И какие вы потом посмотрите, если ваш сайт в висковике, где-то на сотой странице, и люди даже понятия не имеют о том, что ваш сайт существует? Как я же говорю, прямая реклама. Реклама. А какую выводству примерно? Сколько людей? Любую. Берите все источники, которые соответствуют. То есть, вы должны принести свою аудиторию. Если это у вас, допустим, вы знаете, что у вас несколько каких-то сайтов, в которых точно тусуется ваша целевая аудитория, хоть там хоть медику, хоть тизерную рекламу, хоть сделайте статью, которая ведет вам на сайт. В моем случае, я вообще не борюсь, у меня просто очень большая целевая аудитория. Да, то есть, я просто сделал правильные месседжи, да, то есть, тизеры, которые, в принципе, как-то отсекают ту аудиторию, которая неинтересна. Я запустил рекламу. Когда мы запустили управление персоналом, я делал Facebook, Одноклассник, Вконтакте, Директ, Google. И, соответственно, еще я сделал, соответственно, сайты, которые занимаются подбором. То есть, это headhunter.ru, потому что там тусуется менеджер по какому-то месседжи персоналу и Superjob. Ну, соответственно, логично, что хорошая конверсия была с сайтов Headhunter и Superjob, потому что там целевая аудитория. Ну, и вот в моем случае еще сработали одноклассники. Ну, то есть, вы просто запускаете тест и смотрите только, там, не знаю, запустить тест на тех же площадках, там вам потребуется 300 рублей на каждой. Увидите, как себя ведет пользователь, дальше, соответственно, какую-то определенную, дальше еще пойдете денег, смотрите, есть ли вообще, в принципе, не знаю, там, но это следующая реальная версия, там, как себя ведет пользователь на сайте. Если пользователю интересно, можете оставить канал, не знаю, до той суммы, пока вы понимаете, что неинтересно. В моем случае, это, допустим, одна заявка, да, то есть, стоимость привлечения одного клиента, покупателя, у меня, допустим, N. Если у меня, соответственно, с источника, ну, не знаю, там, 2-3 раза превысили эту сумму и еще не пришли люди, то, соответственно, этот источник как медиаканал не используют. Ну, просто один. Саня, да. Ну, вы же знаете, вы знаете, как будет у вас, на самом деле, что вот этот ваш порядок. То есть, сначала, заходят на сайте, смотрят, а только потом, что с какой-то университет не приходит. Как вы за неделю можете оценить успешность вашего проекта? На самом деле, неделя, правда, очень короткий период, не для всего подходящего. Цикл упаковки может быть значительно больше. В автомобилях это реально более длинный цикл недвижки, безусловно. Тут есть еще один момент, на самом деле, придется комментировать, что вы сказали, что у вас нет поискового трафика. Не факт, что у вас он появится. То есть, это зависит от того, что вы делаете. Не факт, что у вас вообще кто-либо ищет. То есть, если посмотреть на тот же сегмент медицины, ну, потенциально аудитория, там, на серии, вот, 70 миллионов аудиторий интернет. Ну, окей. И, 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 и чего. А если посмотреть на вот стат или на директ, то, что, то, чем вы занимаетесь. Все. Вот на этом всегда, конечно, соответственно, нужно формировать спрос тогда. И это уже другая задача. То есть, там уже, ну, если вернуться к презентации, то, вот, первая, соответственно, стадия. Вы сейчас понимаете, что сегменты большая, но вы ее, она не сформировала. Ну, немножко приди и скажи, вот, привет, я делаю вот это, иди ко мне. Такой тезис не работает. Соответственно, этот канал просто рушится сразу. Вот наглядный пример. Мегафон, тарифный план ОХАРД. До тех пор, пока его не было на телевизоре, пока спрос не сформировали, такого поискового запроса не существовало. Его не было. Да, то есть, как только прошла реклама по телеку, да, все залезли в поисковики и дальше писали. Тарифный план ОХАРД. Все. Сейчас даже не самое главное. Какой у тебя сайт? И вот ты должен подготовиться сначала к твоему проекту. Нет, ну, смотрите, я не тестил, какие источники, вот, в том примере, который я рассказывал. Я не тестил, какой источник мне принесет больше денег. Я просто сравнивал сайт, вот, который он был, и который мне новый сделал. И сравнил по всем параметрам, которые меня интересовали. Заявки, время на сайте, глубина, может быть, возврат. Да, то есть, вот так. Но это, 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 следующая реакция. Мне эта задача определить, какой там источник приносить денег был. На самом деле, тут еще есть один момент, что есть сайт, который говорит, Окей, вам не нужен сайт, вы можете разместить, если вы заметите этот товар, вы можете разместить объявление на Абита, и у вас начинается продаж. Окей, погнали, можно так сделать. Но вопрос в каком у вас сегменте. Если у вас ищут спрос сформированный, вы предлагаете какой-то альтернативный товар, то есть, так же можно делать и на Автору, если выбрать машину, то есть, так же можно делать, продавать через форумы на социальные сети. Условно не делать продукты, да, не делать ресурсы. Мы говорим про более сложные, то есть, купить образование из социалки или из условного объявления на Абита. Нет. Сейчас, подождите, вот молодой человек просто давно руку тянет. Что еще раз? Не-не-не, он очень поменялся, если бы не было на предыдущем, мы просто поменяли лекции на сайте, и, соответственно, маркетинг был на прождущий, а на этом мы как раз тоже про проектирование в России. Что вы поставили на сайте? Мы просто внутри поменялись, а мы, соответственно, на сайте не поменялись. Не было замечено ощутимой разницы между поведениями пользователей с контекстом и с органикой? Ну, нет, мы можем сейчас говорить о том, что они пересекаются, потому что контекст с органикой... Нет, нет, поведение. Что имеется в виду? Ну, поведение пользователями, то есть принципиальная разница в... Где конверсия лучше? В конечном итоге, да. Ну, есть несколько тезисов, я думаю, что вы читали, да, и про любой, и про литимор, потому что для серии конверсия с органикой выше, чем конверсия с контекстом, и, конечно, в итоге контекст для людей с органикой, потому что он выбирает для денег, и не покупается. Какие тезисы есть? Пока не убедились, но хотим потестить. Ну, и то только, если это спец, а не боковая. Ну, то есть, если ты стоишь в спеце выше, чем поисковая выдача, а не сбоку. И вопрос, да, на сколько ты пересекаешь с органикой? То есть, ты там... По каким запросам? На 25-й позиции, или все-таки на 3-й, когда это пересечение со спецовым? У нас бабушка арт-директор говорила, что она очень любит контекст, потому что, говорит, люди же заплатили за это, там же наверняка что-то есть, да, то есть, поэтому тут можно долго, как бы, изучать, что лучше органика или контекстная реклама. Загида, третий вопрос. Последний вопрос с сегодняшнего лимита. Ладно? Можно ли в начале стартапа, используя в момент третьего уровня, можно ли их забивать? Первый момент, а потом перенести на свой? Зачем? Становится что-то 50 рублей? Ну правда, зачем? Ты один создаешь что-то в самом начале? Да без проблем, можно купить хостинг, можно тот же фост поднять свой дарю. Его нужно рисовать, или потом его не записать? Не, надо еще писать задание, а привязать кокоду. Вот я отвечаю на образ. Вот вопрос, да, то есть, вот был сайт Rediga, да, то есть, изначально. Мы его создали, мы купили домен, да, то есть, выгрузили туда словарик стран, да, и городов. И он висел, индексировался там, в песочнице болтался. Мы проектировали сайт. Когда пришло время выпускать сайт, мы просто переключили, и все. Домен это было, ну ничего не мешает, повесили заглушку камень в суху. Если мы меняли сайта веса, то менялся снижение. Да, и все. То есть, можно рисовать на хостинге и просто перенести? Хостинг на хостинге может меняться, на мен не изменится. Главное, чтобы урлы не менялись. Как? На самом деле, у меня сейчас просто пришло еще раз. Если у вас есть существующий сайт, да, и вы хотите потестить новый, вы можете просто в части аудитории показывать новый сайт, при этом пусть работает и старый. Мне кажется, это никакой проблемы нет. То есть, вот, не знаю, как все крупники тестируют Ян и Смейл, они все запускают там на одной тысяче. Ну, это не то же самое. Нет. Не то же самое? Речь у вас про другое немножко. Нет. Ну, окей. Органика – это трафик, появившийся на сайте органическим путем. Ну, это трафик, грубо говоря, за который вы не заплатили. Ну, бесплатный трафик, который пришел органическим путем из поиска, либо из закладок, тайпы. Ну, то есть… Своим ходом. Своим ходом, не случайно. Ну, подорганики подразумевают поисковый трафик, органический, не контекстный. Кстати, а закладки – это отдельно тайпы или европейки? Ну… Мы ввели понятие «free traffic», в который входит все, что бесплатно. То есть, трафик, за который ты не плачешь. Спасибо. Ну что, на сегодня вступляемся или как? Еще раз. Еще раз. Последнее. Ваше важное предположение – это то, что вы в начале потребностей, потом начинаете проектировать. Вот потребностей, вы… Ее, наверное, точно с помощью? Очень точно. Да. Если у меня магазин, который торгует чем-то, то он, наверное, не стоит. Да, то есть… А, да. То есть, вы можете промахнуть социально? Можем. Вот. Делайте сайт, запускаете, там, то есть, смотрите-смотрите. Вы это к этой потребности потом возвращаетесь? К модификации? Да, к модификации. Ну, да. Может быть, может. Получается, как модификации, и вот с этой, как… Ну, смотрите, вопрос, смотря… О чем где-то речь. То есть, например, про кьюта, то потребность… Мы усложняем продукт, предлагая более сложные решения, да? Ну… Улучшения. Ну, улучшения. Да, потребность базовая не изменилась. Соответственно, то есть, так же, для региона не менялся. Куда ехать в следующий раз? Отвечаем – куда и как, и что там делать? То есть, количество дополнительных запятых появляется, да? Но базовая потребность, она не меняется. То есть, если базовая потребность меняется, то меняется сам проект. То есть, вы не можете в одной бизнес-парадигме, в одной бизнес-модели просто делать совершенно разные вещи. В конечном итоге, все равно люди запоминают что-то одно. Ну, я просто почему говорю? Я смотрю на сайт, и вот у меня тут, там, уже видят, где будет потребность. А я на него смотрю и тупо не понимаю. По-моему, вы куда поехали? И такое бывает. Ну, то есть, на самом деле, то, что очень часто ты… То есть, там есть две, ну как, два варианта, да, и они, в принципе, сейчас будут реалистичны. Значит, первый вариант, что не всегда сразу понятно. Ну, то есть, можно прийти на тот же Яндекс и спросить, окей, а ты что Яндекс? Яндекс говорит, там, у меня история, там, с 98-го года или 99-го, да, я же не помню, что больше. Соответственно, и вот я сначала был это, потом это, потом это, потом это, потом это, а потом все. Да, то есть, безусловно, у меня есть слоган, но Яндекс все, Google все, да. Соответственно, точно так же на Дига налепились куча своих сервисов, которые в конечном итоге, конечным пользователям не всегда понятны, да. С другой стороны, безусловно, мы немного перегрузили в главную страницу, скоро хотим ее обменять. Точнее, мы занимаемся, чтобы ее обменять. Ну, как ответ. Может, действительно так. А то, что так нужно, если бы оставить эту страницу и потом посмотреть на то, что вы сделаете, вы поняли. Ну, может, по-моему. Ну, а вы, если бы дальше сделаете. Вот, как команда разрабатывала проект, и, думаю, о монетизации, скажем, на примере Твиттера, или Инстаграм, которые до сих пор убыточные, а набрали 100 миллионов. Нельзя было сразу продумать монетизацию, а не убытки? Не всегда, получается, ее придумать сразу. То есть, мы начали с того, что мы делаем проект, когда мы знаем, для кого и кто за это платит. Ну, мы изначально просто решили делать коммерческий продукт. Мы просто понимаем, да, что мы делаем коммерческий продукт. Мы могли бы делать некоммерческий продукт. Можно посмотреть на много автомобильных сайтов, которые решают похожие задачи, если зарабатывать или меньше. Ну, это вот один из примеров. То есть, другая крайность, когда вообще ничего, да? То есть, просто ну или мало. Ну, то есть, почему мы про конверсии как раз и говорили. О том, что они могут быть 10-15, может быть 3%. А если у вас 3%, то вы зарабатываете 700 тысяч рублей в месяц. Ну, я оперировал сейчас. Соответственно, расходов у вас на 550. Все, что вы заработали, это вот эти деньги. При этом можно получать выручку на 10 миллионов долларов, потратить на 1-2. Спасибо. Можно наоборот, да. Ну что, давайте закруглимся тогда на сегодня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ